Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре пятница, 24 ноября. С главными новостями Республики вас знакомит Альбина Охтова. Сегодня в выпуске. Состоялась рабочая встреча главы Республики с начальником управления федеральных автомобильных дорог. В рамках программы «Ты предприниматель» прошел первый молодежный бизнес-форум. До конца 2017 года в Республике заменят школьные автобусы старше 10 лет. За последние пять лет туристический поток в Республику вырос на 250%. Далее об этих и других темах более подробно. Состоялась рабочая двусторонняя встреча главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова с начальником управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Русланом Лечхаджиевым. В ходе встречи отмечено, что в 2018 году управление планирует приступить к строительству современной автомагистрали в обход южной части Черкеска до микрорайона Юбилейный и далее до села Знаменка. По данному проекту разработана проектно-сметная документация, которая уже прошла экспертизу. Власти Карачаева Черкесии планируют сохранить тенденцию роста доходной части бюджета для участия в программе реструктуризации бюджетных кредитов, которая начнет действовать в России с 1 января 2018 года. Это сыграет огромную роль в укреплении финансовой устойчивости регионов и позволит направить сэкономленные средства на выполнение возрастающих социально значимых обязательств. В республиканском Минфине отметили, что в 2012-2016 годах рост доходной части бюджета составил 153%, при седнем темпе по субъектам России в 130%. При этом рост поступлений с территории республики в федеральный бюджет составил 177%. В Корпорации развития Северного Кавказа началась работа по подготовке технического задания по разработке проектно-сметной документации инновационного медицинского кластера, который расположится на территории Карачаева Черкесии. По ее завершении пройдет конкурс на проектирование якорных объектов и инженерной инфраструктуры медицинского кластера. Данный этап является заключительным перед началом проектирования инновационного медицинского кластера, стратегически важного проекта для развития медицинской и санаторно-курортной сфер как Северокавказского федерального округа, так и страны в целом. В связи с этим к его выполнению будут привлечены лучшие эксперты. В эти дни в Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева проходит российско-китайская фотоэкспедиция по Кавказскому участку Великого Шелкового пути. Участники мероприятия посетят особо охраняемые природные и исторические территории, смогут увидеть территории поселений древних жителей Кавказа, места остановок и стратегически важных участков для торговых караванов древности. Старинный некрополь, крепости, храмы – все это расскажет участникам фотоэкспедиции о событиях многовековой давности. На курорте Архыс завершен монтаж оборудования первой секции канатной дороги на североориентированном склоне туристической деревни Романтик. В настоящее время на объекте завершено устройство подпорных стен и нижние станции посадки и высадки, ведется монтаж технологического оборудования, работа с сетями электроснабжения, устройства операторских станций, монтаж металлоконструкций и частей линейных опор. Уже доставлено оборудование линейных опор первой секции канатной дороги производства компании «Пома», которые будут установлены уже до начала предстоящего горнолыжного сезона. Завтра в Адыгихабольском районе состоится ежегодный традиционный конкурс «Вторая жизнь вещей», где школьники представят свои работы, выполненные из бытовых отходов. Ребята продемонстрируют настенные часы, сделанные из непригодных для использования CD-дисков, а также коробочки для специй из старых консервных банок и плетеные корзины из полиэтиленовых пакетов. Туристический поток в Карачаево-Черкесии за последние пять лет вырос на 250%, а объем предоставленных туристических услуг в 7,5 раз. По итогам прошлого года наш регион посетили около 1 миллиона туристов. В течение пяти лет в республике было построено более 40 объектов размещения туристов. В Черкесии по инициативе пользователя сервиса «Активный горожанин» откроется первая площадка для выгула и дрессуры собак. Ее торжественное открытие состоится в предстоящую субботу в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Объект площадью 900 квадратных метров оборудован комплексом различных специализированных снарядов для выгула и дрессуры собак. В Карачаево-Черкесии в рамках реализации федеральной образовательной программы «Ты предприниматель» прошел первый республиканский молодежный бизнес-форум, участниками которого стали более 200 студентов региона. Он представлял собой одно из завершающих мероприятий программы «Ты предприниматель» и включал в себя тренинги, посвященные личной эффективности, проектному менеджменту, маркетингу, лидерству, а также мастерству публичных выступлений. В связи с ухудшением погодных условий в республике региональное управление ГИБДД обращается к участникам дорожного движения с убедительной просьбой сменить летнюю резину на зимнюю. Это позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями, что исключит рост числа ДТП, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения. Верховный суд Республики вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя Республики, который признан виновным в разбое, совершенном с насилием, умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на потерпевшую, а также поджог игровой клуб, расположенный на пересечении улиц Октябурской и Спортивной, Черкеска, после чего увез находящуюся в бессознательном состоянии девушку на южную окраину города, где изнасиловал и убил ее. С учетом позиций государственных обвинителей, прокурор Республики подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы в один год шесть месяцев. Школьные автобусы старше 10 лет полностью планируется заменить в Карачаево-Черкесии до конца 2017 года. Сегодня в Республике перевозка детей осуществляется 75 образовательными учреждениями. В 2017 году степень изношенности 23 автобусов составил 10 лет, в связи с чем до конца этого года планируется получить 25 единиц нового транспорта. Ежедневно школьными автобусами пользуются более 3 300 учащихся в Карачаево-Черкесии. Открытый кубок Карачаево-Черкесии по ловле форели, а ре-ловля спиннингом с берега пройдет в Тиберде на рыболовной базе «Озерный» с 25 ноября по 3 декабря. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины от 16 лет. Со стильзания пройдут по принципу «поймал-отпустил». На базе плавательного бассейна Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии прошли соревнования среди учеников кадетского класса «Юный спасатель-водник» Свято-Сергиевской гимназии Черкеска. Всего в заплыве приняли участие 20 детей, которые соревновались вольным стилем в плавании на спине и оценивались их прыжки в воду. Представители Карачаева-Черкесии завоевали 4 медали различного достоинства на третьем этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», побив при этом рекорд фестиваля в метании мяча. Участниками масштабного мероприятия стали сборные команды из 85 регионов Российской Федерации. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, местами осадки в виде снега, в горах местами сильные, местами налипания снега, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха минус 3, плюс 2, в горах минус 3, минус 8, в горах выше 2000 метров слабая лавина-опасность, в Черкесске временами небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха минус 1, плюс 1. Это были «Вести» Карачаева Черкесия. Выпуск провела Альбина Ухтова. Далее эфир продолжит информационно-музыкальная программа «Республика». Всего доброго и оставайтесь с нами.